О, Чехия! Пиво, брусчатка, красные крыши, когда это все появилось, а вот когда еще до нашей эры чешские земли населяли кельтские племена, эта местность называлась Богемиум, но эти восточно-германские народы были вытеснены первыми протаславянами, и тогда началась настоящая история Чехии. В IX веке после объединения чешских славян появилась Великомаравская держава со столицей Вышеград. Вблизи него был построен княжеский город Прага. Вскоре в Великую Моравию вошли Богемия, Словакия и Верхняя Черемшина. В 863 году было принято христианство с проповедниками Кириллом и Мефодием. Великомаравская держава распала с начала X века, не сумев противостоять натиску венгров, но усилиями первой чешской княжеской династии Пржимысловичей к началу XIV века страна снова стала единой. Король Чехии, Атакар II, расширил границы до Австрии и присоединил Штирию и Крайну. Вацлав IV получил Чехию, потом Силезию, Часлузации и мелкие владения короны чешской в Германии, а остальные земли были отданы другим членам люксембургского рода. Первые годы царствования Вацлава до 1393 года были продолжением счастливого времени Карла I. После его смерти был также убит последний представитель династии Пржимыслей. С началом XV века власть перешла к династии Люксембургов. Чешские национальные идеи стали развиваться с выступлением Яна Гуса. Он обратился к чехам на чистом чешском языке. Он стал лидером местного движения, но в 1415 году был сожжен как еретик. Спустя 4 года началась Гусицкая война, начавшаяся против антигерманизации. В 1420 году чешский пан Янжишк отбил Прагу от немцев. После нескольких сокрушительных побед чехи в 1428 году осадили Вену, однако через 5 лет они были вытеснены назад. В середине XV века наступило бескоролевье. Властью обладали локальные гетманы, и один из них в 1448 году захватил Прагу, но католическая церковь объявила его еретиком и не признала его, а права на чешский престол отдала венгерскому королю Матьяшу Корвину, что вызвало чешско-венгерскую войну. После смерти этого гетмана его сторонники призвали к короне Владислава Ягеллонна. Он даже вскоре засел на венгерский трон. Через некоторое время усилилась католическая оппозиция, а у траквисты, умеренные гуситы, трансформировались в лютеран. Таким образом гусицкое движение переросло в общеевропейское. В битве при Мохаче, венгров и чехов погиб последний чешский король Ягеллон, и корона Чехии досталась Габсбургам. Новый король Чехии Фердинанд I Габсбург укрепил власть в одном центре и ограничил в правах земли чешские. Это привело к сословному восстанию в Праге в 1547 году, которое было жестоко подавлено. Чтобы такого больше не происходило, в Прагу созвали орден иезуитов, которые укрепляли католичество в Чехии. Соперничество чешских протестантов и католиков спровоцировало восстание чешских сословий и 30-летнюю войну. Чешские протестанты попытались вернуть короля Фердинанда и призвали к себе на царство кальвиниста Фридриха Пфальского. Фердинанда поддерживали баварцы, саксонцы и поляки, которые объединились вскоре в католическую лигу. Решительная битва произошла на Белой горе близ Праги. Чешское войско было разбито на голову 8 ноября 1620 года, а Фридрих Пфальский поспешил бежать из Чехии. И с ходом битвы была решена судьба чешского протестантизма и сословной монархии. Участников восстания репрессировали, их арестовали, судили и приговаривали либо к смертной казни, либо к изгнанию. Имения всех осужденных были конфискованы. За 4 года все храмы были переданы в руки католического духовенства. Некатолики лишались гражданских прав и не допускались к занятию ремеслом. Они не могли венчаться и хоронить близких на кладбищах. За непочитание праздников, несоблюдение постов и нехождение в церковь были уставлены денежные штрафы. 31 июля 1627 года в Чехии объявили католичество единственной законной религией. Бедствия 30-летней войны довершили разорение Чехии. Тысячи поселений были уничтожены и больше не восстанавливались. Из 2,5 миллионов чехов, насчитывавшихся в 1618 году, к 1650 году оставалось всего лишь около 700 тысяч. В 17 веке начинается новый приплыв немецкой колонизации, которые сподвигали дружественные отношения чехов к протестантам из Германии. И поскольку в Австрии говорили на немецком, чешская знать, находившаяся в постоянных связях с немецким двором в Вене, были компетентны в этом, потому что кто из чехов хотел иметь успех в жизни, тот должен был владеть немецким языком, как своим родным. Многие чешские паны так онемечивались, что забывали свой родной язык. В 1784 году немецкий язык окончательно стал языком преподавания в гимназиях и пражских университетах взамен латинского языка. Во всех правительственных учреждениях также был введен немецкий язык. Со времени Фердинанда II автономия богемии упраздняется и она поглощается Австрией. Реформами уничтожалась чешская культура. Для управления Моравией Леопольд II вернул чешскую корону в Вену. Во второй половине 18 века был образован частный кружок чешских патриотов, где они занимались наукой и филологией. Наконец, в начале 19 века тот же император Леопольд II учредил в Пражском университете кафедру чешского языка. Постепенно на чешских землях этот язык освобождался от ограничений, и когда началась Европейская революция 1848 года, в Чехии наступила пора политических волнений. Чехи и немцы создавали народные комитеты и милицию. Сначала они жили единой мыслью, но вскоре германский национализм разразнил их друг от друга. В 1867 году появилась Австро-Венгрия. Чехи надеялись получить автономию, но их земли все еще управлялись чешскими немцами. С 1883 года чешские депутаты достигли большинства в земском сейме. Тогда был основан Земский банк. Выстроено роскошное здание для музея Королевства Чешского. Заработало и здание источников чешской истории. С этого времени начинается ожесточенная борьба между чехами и чешскими немцами, в которую были втянуты славянские народы Австрии и австрийские немцы. В годы Первой мировой войны чешские мужчины призывались в Австро-Венгерскую армию и посылались на Восточный фронт. Из тех, кто попал в плен в Россию, были укомплектованы чехословацкие части, которые сыграли свою роль в Российской гражданской войне. Чехословакия. После поражения Германии в Австро-Венгрии развиваются национальные движения, которые поддерживала Антанта. Общими усилиями дипломатов и националистических деятелей, например Массарика и Бенеша, в 1918-м создается независимая республика Чехословакия, в которую входят Чехия и Словакия. Выступления проживающих на этих территориях немцев подавляются. Первым президентом Чехословакии становится Массарик. В 1935-м году он же, как президент, уходит в отставку и его уже сменяет Бенеш. Как вы уже поняли, в Чехии жило много немцев. Под предлогом их освобождения Германия аннексировала Судетскую область в 1938-м году. Спустя год создается протекторат Богемии и Моравии. Сразу же о своей независимости объявила Словакия. Бенеш к оккупации покинул страну. После Второй мировой войны Чехословакия попала под советскую сферу влияния. В 1948 году президентом стал коммунист Готвальд, который был типичным сталинистом и репрессировал даже товарищей по партии. После его смерти к руководству пришел Антонин Навотный, который провел амнистию и реабилитацию незаконно осужденных коммунистов. В 1968 году лидеры страны во главе с секретарем Компартии Дубчиком и Людвиком Свободой попытались ослабить советскую власть и создать социализм с человеческим лицом во время Прарской весны, что было остановлено войсками ОВД. Во главе страны стал Густав Гусак, бывший лидер словацких коммунистов. Его правление известно как нормализация, но реформы Дубчика были сведены на нет. В Чехословакии началась новая волна репрессий против инакомыслящих. 1989. Бархатная революция – начало процесса десоветизации. К середине 1991 года завершился поэтапный вывод войск СССР с территории Чехословакии. 1 января 1993 года страна мирно разделилась на две с образованием независимых Чехии и Словакии. Чехия вступила в НАТО в 1999 году и в Европейский Союз в 2004 году. Также входит в Шенгенскую зону. Воу-воу-воу! Не выключай это видео! Я советую тебе переместиться в описании и посетить отменную группу ВКонтакте «Ватное болото». Здесь ты регулярно сможешь читать посты о новостях России с ноткой юмора и мнением автора. Также можно встретить записи об истории, которые показывают современную жизнь. В общем, интересующиеся политикой, можете смело нырять по ссылке и наслаждаться публикациями от «Ватного болота». Ссылка, как я уже ранее сказал, в описании. Ну а на этом все! Надеюсь, вам понравился этот выпуск, потому что мне было его очень трудно делать, вследствие чего я вас попрошу поддержать меня лайком и комментарием. Конечно же, прощаться с вами я не хочу, только пожелать удачи. Спасибо за просмотр! До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok